Наш гость, политолог Ермек Нарымбай. Здравствуйте. Витаю. Доброе утро, Ермек. Ну вот о чем с вами поговорим. Новую пленарную неделю в парламенте депутаты начнут с блока социальных законопроектов. Кроме того, планируют принять постановление, где осудят попытку отдельных представителей стран-членов ПАСЭ вернуть российскую делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы. Сегодня же обратиться к правительству с требованием уволить исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее зама намерен профильный комитет. Завтра Верховная Рада по традиции ратифицирует международные соглашения. Наиболее насыщенным должен стать четверг. В этот день парламент планирует усилить государственный статус украинского языка. Сейчас на рассмотрении находятся четыре законопроекта, посвященные этому вопросу. Также Рада может переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области в соответствии с законом о декоммунизации. Кроме того, спикер Андрей Порубий проанонсировал рассмотрение представлений Генпрокуратуры сразу на троих народных депутатов. От оппозиционного блока Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. Их попытаются лишить депутатской неприкосновенности. Пермек, ну опять-таки немало работы запланировали себе народные депутаты. Но вот что касается буквально последней фразы, по поводу представления народных депутатов, три фамилии снова звучат, не впервые уже Генпрокурор будет делать это представление. А как думаете, ну какова судьба сейчас ждет? Ну я не знаю, какая там баланс сил, альянсы могут распадаться и исходиться. У нас Порошенко с Аваковым мирится и ругается каждый день. Так что это гадание на кофейной гуще. С одной стороны. С другой стороны вопрос по депутатской неприкосновенности. Тут не Аваков, тут генпрокурор, профильный комитет. Ну в любом случае же речь идет о том, что даст ли парламент согласие, не согласие. Это во многом зависит от парламента. А Луценко то, что скажет Порошенко, то и будет делать. В этом плане здесь сомнений никаких нет. Вопрос возникает еще о большем, о старых обсуждениях депутатской неприкосновенности. Опять же, есть три варианта на самом деле. Не тот, который обсуждается. Один единственный. Лишить депутатской неприкосновенности всех. И вот с 2020 года решается вопрос по законопроекту Порошенко. А еще в двух вариантах. Вот один вариант это с тем, чтобы решить вопрос только по части правящей коалиции. То есть, пока ты находишься во власти, с тебя депутатская неприкосновенность снимается. Изначально, исторически, в мировой политологии депутатскую неприкосновенность давали представителям оппозиции, для того, чтобы их защитить от каких-либо политических репрессий. Направящая коалиция автоматически потом распространилась, но изначально была цель защиты оппозиции. Потому что у нас тогда все в оппозицию уйдут. Ну, тогда, значит, останутся во власти только честные ребята. Ну, да, будем на это надеяться. Ну, вот, что касается закона о государственном языке. Он один из ключевых для парламентариев на этой неделе, отметил во время заседания Согласительного совета спикер Андрей Порубий. Его будут рассматривать в этот четверг. Я буду пропонувати, чтобы мы рассматривали закон про мову в Украине за полной процедурой, чтобы все доповедачи всех четырех законов мали возможность выступить, чтобы мы смогли их обговорить по полной процедуре, и чтобы в ходе обговорения мы смогли выбрати один из них, который мы сможем принимать в первом читании, и на базе якого мы сможем распространять работу до другого читания. Переконанный закон про украинскую государственную мову – это выклик, который стоит перед украинским парламентом, на который мы должны дать ответ. Вот такой обширный план проанонсировал спикер. Как вы считаете, не помешает ли это принятию других решений, запланированных на этот день? Ну, все зависит, опять же, от заранее обговоренных пунктов между различными фракциями. Если, допустим, договоренности четкие, то многие вопросы могут проскочить в лед за несколько минут, часов и так далее. А некоторые могут стянуться на неделю. Четыре законопроекта языковых есть. Как вы думаете, есть ли уже вот эти кулуарные договоренности относительно какого-либо из них? Ну, тут трудно судить. Нужно иметь все-таки большую парламентскую разведку, чтобы понимать, где у кого какие расчеты. Но в целом языковой вопрос Украина решает. 75% – это идет практически мощная такая украинизация средств массовой информации. И оно, конечно же, повлияет на следующее поколение. И здесь, к сожалению, уходит в сторону детский вопрос, вопрос детских садов на украинском языке, который, допустим, в Казахстане обсуждается усиленно вопрос по переводу их на государственную бесплатную основу. Подождите, у нас садики на украинском языке? Бесплатно? Да. Мой ребенок ходит в детский сад, украинская группа. Ну, прекрасно. Но это может быть на местном уровне, потому что, допустим, мои соседи, они, допустим, об этом горюют и мне сетуют по этому поводу. То есть, может быть, это не сделано тотально? Может быть, это не сделано для всех детских садов на украинском языке? Бесплатно за государственный счет? Может быть, есть очереди и так далее? Ну, конечно, очереди в детские сады есть, и не хватает местных. Но это совершенно другой вопрос. Это не вопрос языка. Здесь вопрос того, что у нас был бум рождаемости, да, несколько лет назад детские сады позакрывали, а вот не так быстро их открывают, как хотелось бы. Это совершенно другое. Ну, тогда все-таки вопрос, насколько государство финансирует украинизацию детских садов дошкольного воспитания. Вот в этом ключе. Ну, по крайней мере, знаете, в бюджете на следующий год, на образование, это же дошкольное образование, предусмотрено больше средств, чем на текущий год. Ну, вот смотрите, то, что говорил Андрей Порубий, что язык, языковой закон, это вызов парламенту. Так вот, языковой вопрос, остается ли он таким щекотливым для нашего общества? И какой должна быть государственная политика по этому поводу? На эту тему в вечернем прайме дискутировали народный депутат нескольких созывов Инна Богословская и политолог Владимир Цибулько. Если я стану президентом, мы год будем заниматься этой программой, научить людей качественной украинской мови, потому что не можно из них питать ответственность, когда государство ничего не сделает. Мовную инспекцию введете? Ни, безумовно. Ну, что запрещено? Яка навколишня средствовища мала бы трошки припильновывать, потому что той хаос и бардак. Может, мы еще в лишко полезем и будем смотреть, кто як сексом занимается? Ну, кстати, в Латвии есть языковая инспекция, потому что там 40% русскоязычного населения, и они свой язык очень серьезно оберегают. Ну, это отдельно. Ну, вот действительно, Ермик, насколько сейчас, опять же, мы понимаем, предвыборный год, вот этот щекотливый вопрос языка, и снова он поднимается. Ну, я думаю, что на этих выборах, мне кажется, языковой вопрос сильно подниматься все-таки не будет, с учетом того, что уже власть сделала большой шаг по поводу 75%, правое крыло, я думаю, на это настаивать сильно не будет. Вот, ожесточенных схваток не будет в этом плане, мне так кажется. Четыре законопроекта, опять же, вспоминаем, в РУВЕ, да? В четверг, и один нужно выбрать. Ну, и сопротивление будет, возможно, большое. То есть, накал после 75% уже будет не такой, и вполне возможно, вот этим новым четырем законопроектом будет ожесточенное, как раз предвыборное сопротивление со значительным смягчением этих законов. Вот о чем я говорю. Если коротко, насколько серьезно и часто в своей предвыборной риторике кандидаты в президенты будут использовать языковой вопрос? Ну, в зависимости от того, насколько настроен электорат. Хотя, с другой стороны, допустим, мы понимаем, что 2 миллиона в Крыму, 5 миллионов на Донбассе, 7 миллионов ушло из белоголубого лагеря, то в этом ключе перевес сейчас идет на стороне тех сторонников украинского языка и дальнейшей украинизации с большими темпами. То есть, в этом ключе есть запас. Тут нужно ориентироваться на социологию. И что именно должна показать социология? Социология должна просто показать по поводу сторонников дальнейшей украинизации насколько большой запас для того, чтобы использовать этот фактор предвыборный, опять же, теми или иными партиями, фракциями в парламенте при голосовании. То есть, каждый будет сейчас показывать именно, как он голосовал, что он говорил по тем или иным моментам, включая вот такие животрепещущие вопросы, которые касаются каждого гражданина Украины. Ермак, смотрите, очень часто эксперты тоже говорят, и сами политики, что было бы выгоднее популяризировать просто украинский язык не методами запретов, а все-таки пряникам. Вот насколько, знаете, это тонкая грань между популяризацией и запретом, вот как бы не перегнуть. Опять же, вот этот щекотливый вопрос. Ну вот смотрите, два примера приведем. Значит, с одной стороны, значит, кнутом можно сделать таким вариантом, что обязательно, допустим, всех украинцев, обязательно идти только в украинскую школу. Это вот вариант кнута. Другой вариант, допустим, есть второсипенные предметы, физкультура, труд, рисование, музыка, которые, допустим, переведя на украинский язык даже в русской школе, учителя, допустим, обязаны будут преподавать, это вроде бы как пряник, потому что здесь и нет навязывания, а здесь идет... Подождите, вот насчет музыки я буду с вами спорить, потому что украинские песни... А как, ну, украинская школа, да, и русские песни будут петь? Нет, нет, вы не поняли меня. В русской школе... А, я поняла, все. Значит, музыка на украинском языке, физкультура на украинском языке, труд на украинском языке. То есть в таком ключе, без перевода ребенка в русскую школу, ой, из русской школы в украинскую школу, ребенок, оставаясь в русской школе, выходя из нее, получая по четырем-пяти предметам украиноязычное образование, он становится вхож адекватно в этот социум украиноязычный. Такой интересный кнут и пряник, опять же. Да, очень много мы говорим вот сейчас и об образовании, и о детских садах, и школах. А у нас, извините, в парламенте, и с трибуны даже, достаточно часто звучат споры, потому что тот или иной депутат говорит на русском языке, например. Можно начать, например, с себя. Ну да, но, опять же, это, получается, нужно вводить в закон о выборах, в закон о порядке цензы, языковой ценз, допустим, для кандидатов. Насколько это, допустим, будет сегодня для Украины приемлемо требовать от кандидатов в депутаты, чтобы они обязательно знали украинский язык. Чтобы они потом, придя в парламент или в местную раду городскую, говорили с трибуны, или могли говорить на украинском языке и так далее. Много аспектов такого характера. Смотрите, если, допустим, иногда бывает, что взрослый человек говорит на русском языке, но у него все дети идут в украинскую школу. То есть это его желание родителей. Вот как оценивать это, и как государство вот в этот момент учитывает. Допустим, можно было бы сделать такой мягкий подход. Зачесть, скажем так, в знание украинского языка, то, что все его дети в украиноязычной школе, несмотря на то, что, допустим, школа располагается где-то там под Донецком. То есть, несмотря на то, что большинство родителей в русской школе, его дети в украинской школе, и это как-то должно быть учитываться при карьерном росте. То есть вот такие моменты как раз... У нас, смотрите, страна Украина, язык украинский государственный, да? Да, но не все же посещают. То есть нужно сделать не только кнутом, но и пряником, с тем, чтобы дети пошли еще больше процентом в украинскую язычную школу, сокращая естественным путем вот ареал русскоязычных школ. Услышали вас. Спасибо. Друзья, с нами в студии был наш гость, политолог Ермек Нарымбай. Продолжение следует...